Эта программа вышла при спонсорской поддержке друзей и партнеров служения Kingdom Connection. Мухаммед Али сел на самолет. Это был его один из многих перелетов. И стюардесса заметила, что он, всемирно известный, непобедимый боксер, не надел ремень безопасности. Тогда она посмотрела на него и сказала ему, «Мистер Али, пожалуйста, наденьте ремень безопасности». А он улыбнулся в ответ и сказал, «Супермену ремни не нужны». На что стюардесса ответила, «Супермену и самолет не нужен, поэтому пристегните ремень». Супермена не существует, так же, как и не существуют супер-женщины. Мы все уязвимы. У нас всех есть недостатки. Об этом я сегодня хочу поговорить. У нас, у каждого есть слабые места. В Луки, 17 глава, 1 стих, говорится, «Сказал также Иисус ученикам, что невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». Также и сказал, «Невозможно не прийти соблазном». Невозможно прожить эту жизнь, не впадая в искушение. Соблазн придет к вам через что-то или через кого-то. Этого не избежать. Это случится. Скорее всего, это уже случилось. Этого не избежать. И, возможно, это уже происходит в вашей жизни. И снова и снова происходит. Никто не станет исключением. Это случится. Это придет. Никто не супермен. Не существует супер-женщины. Искушение придет к нам. Кто из нас опозорит? Кто-то разозлит вас. Кто-то надругается над вами. Кто-то обидит вас. Кто-то причинит вам боль. Кто-то разозлит. Вы разве не для этого? Разве вы пришли в церковь для того, чтобы это услышать? Вы и ваша гордость будут уничтожены. Это факт из Библии. Сам Иисус сказал, что этого невозможно избежать. Невозможно жить так, чтобы вас никто не расстраивал. Это случится. И когда мы знаем, что это произойдет, нам нужно понимать, как жить с этим. Потому что нельзя жить так, чтобы никто не причинял вам боли. Это невозможно. Нет примера в такой жизни. Интересный факт, что в Новой Зеландии не все птицы имеют летать. 41% птиц в этой стране не летают. Киви, пингвин и так далее. Они не умеют летать. И вот почему. На острове Новой Зеландии нет хищников. Там нет змей. Там нет волков. Там нет рысей. Нет ни одного животного в стране, которые угрожают жизни для этих птиц. И так, как вокруг нет хищников, птицам не нужно летать. А когда пропадает нужда в полете, ты в конце концов теряешь эту способность. Если вы когда-нибудь попадете в Новую Зеландию, а я там был уже много раз, то вы увидите птиц, которые гуляют вокруг. У них вообще нет крыльев. Они потеряли свои крылья уже многие поколения, потому что ничего им не угрожает. Этим птицам ничего не угрожает. Мы не получим крылья орла, пока за нами не придет хищник. Не будет крыльев, пока не будет опасности в нашей жизни. Пока не окажемся в опасности. Пока не будем преследуемы. Пока не будем обижены. Хищник дает нам возможность делать то, что мы не можем делать, когда у нас все хорошо в жизни. Это то, что дает нам силу. Это дает нам возможность жить молитвенной жизнью. Вы обращаетесь к Богу. Вы подлетаете к Ним на крыльях орла. А если вы с этим не боретесь, вы не сдвинетесь даже с места. Только когда мы переживаем испытания, мы можем взлететь выше. Теперь давайте посмотрим на историю из Ветхого Завета, описанную в 10 главе 2 книги Царств. «Давид был царем, и однажды он услышал, что его старый друг Наас умер. Тогда он подумал, «Наас был всегда добр ко мне. Он был хорошим человеком. Поэтому я окажу милость его сыну, который занял трон, и отправлю ему своих слуг». Если бы мы узнали, что президент другой страны умер, то наш президент поехал бы туда, или он отправил бы своих представителей в знак уважения, показать наше отношение к этой трагедии, чтобы как-то утешить, и, может, разделить вот это горе, чтобы послать представителей в знак уважения. По крайней мере, Давид так собирался сделать. Он хотел показать свое уважение, поэтому он отправил двух своих представителей, чтобы они пошли в эту дальнюю страну. И когда король их умер, а сын его занял трон, тогда слуги Давида наконец добрались туда. Кто-то сказал царю Анону, «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к твоему отцу прислал своих слуг? Они не для этого сюда пришли». Нет. Они пришли, они пришли, чтобы убить. Это шпионы. Они смотрят наши стены, нашу защиту. Они расскажут все Давиду. Они узнают наши слабости. Они вернутся и захватят наш город. Они оклеветали Давида. И в Библии сказано, что царь приказал обрить им бороды наполовину. Как унизительно. Представляете, вот эти сильные мужчины. Возможно, для них даже было бы лучше, если бы их поранили, если бы взяли, просто побили. Но им просто отрезали бороды и заставили идти домой. Вот в таком смешном, позорном, непонятном виде они пошли домой. Я не знаю, как бы отреагировали на эту историю другие библейские персонажи. К примеру, Сидрак Мисахи Авденага сказали бы, «Нас бросили в печь, а все, что сделали вам, так это сбрили бороду наполовину и разорвали ваши одежды?» Это не так страшно. Это не то, через что прошли мы. А, возможно, Даниил, возможно, он бы сказал, «Это нельзя сравнить с тем, что меня бросили в яму со львами». В Библии сказано, что им пришлось покинуть это место униженными. На Среднем Востоке даже сейчас борода – это признак честности и зрелости, признак уважения. Даже сейчас на Среднем Востоке обрезать бороду – это издевательство над гордостью и статусом человека. у него забрали все. Они отправили их домой, как каких-то детей. Они унизили. Ихняя власть пострадала. Представьте себе, как это было стыдно, как это было унизительно для них. Это все случилось только потому, что они выполняли приказ царя, то, что царь сказал им сделать. «Если вы ищете Бога в своей жизни и хотите следовать Его воле, то будете страдать, выполняя Его волю». Никто не избежит этого. Добро пожаловать в реальную жизнь. Мне нравится эта история, потому что она на этом не заканчивается. Когда они вернулись домой, еще раз хочу сказать, что это не были какие-то нарушители, они даже не хотели воевать, они не были вооружены. Они были отправлены в миротворческую миссию для того, чтобы утешить. И они, как какие-то подростки, смотрят на друг друга. И перед тем, как войти в дом, Дэвид отправляет человека к ним и говорит, «Не нужно им заходить в наш город, не впускайте их в город. Я не хочу, чтобы другие люди видели. Скажите им, пусть идут в Иерихон». А теперь послушайте, «Иерихон» означает «благоухающий». Я хочу, чтобы они пошли в Иерихон и оставались там, пока их бороды не отрастут. Мы отправим туда человека, который пошьет им одежды. И все будет нормально. Но я хочу, чтобы они пошли в Иерихон. Идите в Иерихон. Прислушайтесь к этим словам. Когда вас оскорбляют, идите в Иерихон. Мне нравится этот факт, что Давид не позволил им войти в город, чтобы никто не видел их позора. Это немного похоже на притчу о блудном сыне. Когда отец узнал, что его блудный сын возвращается домой, покрытый грязью, и, по-моему, он выбежал к нему с чистой одеждой и обувью. Отец не хотел, чтобы другие его видели в таком позоре. «Если кто-то обидел вас, идите в Иерихон и оставайтесь там в благоухающем месте. Ваша борода отрастет. Ваш статус вернется к вам, так же, как и ваша власть. То, что с вами сделали, это очень ужасно. Но вы должны успокоиться, все должно вернуться на свои места. Не ругайтесь, не злитесь, не пытайтесь отомстить. Успокойтесь, все будет нормально, все станет лучше. Это подействует вам на благо. Идите в Иерихон. Ваша задача — поддержать свой дух. Идите в Иерихон, благоухающее место, и оставайтесь там, пока ваша борода отрастет, когда все наладится. Тяжело оставаться спокойным, когда нас оскорбляют. Наша, естественно, реакция — ответить взаимностью, вступить в драку. Ты разорвал мои одежды, я сделаю тебе еще хуже. Смотри в оба. Нам хочется вернуться и отомстить. Но царь говорит, иди в Иерихон, оставайся там, пока не отрастешь свою бороду. В Римлянах 12 глава 19 стих говорится, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гнебу, ибо написано, «Мое отмщение я воздам», говорит Господь». Две вещи Господь говорит человеку в Писании. «Не мстите за себя, не пытайтесь вмешаться в это, это дело Господа». Поймите. Помните, вам нужно помнить, что Бог не терпит зла. Он никогда не терпит зла. Бог воздает. Он всегда воздает. Он — Бог отмщения. И все, что мы должны сделать, все, что мы должны делать, это оставаться в благоухающем месте и освободиться от мести и злости в своей жизни. В книге Иезекиилия 25 глава 13 стих говорится, что филистимляне мстили по вечной неприязни. Вы знаете, сколько семей ненавидят друг друга, даже не зная истинной причины этой ненависти. Это называется вечной неприязнью. Филистимляне всегда действовались, руководствуясь вечной неприязнью к израильтянам. Я говорю вам это, потому что хочу предупредить, наши семьи могут тоже стать врагами. Целые поколения будут бороться друг с другом. Целые поколения. И когда нам нужно будет прийти в Верихон, забыть о всех этих неприязнях и все доверить в руки Бога. Я хочу немного поговорить о непрощении. Это опухоль. Это опухоль непрощения. Вы можете притворяться.